Здравствуйте, это вновь рубрика интервью. Меня зовут Наталья Чудина. Сегодня гость нашей студии Данила Селиваненко, директор Республиканского центра поддержки предпринимательства Хакаси. Здравствуйте, Данила Владимирович. Добрый день. Центр ваш работает уже 6 лет. Разъясните его основные цели и задачи. Мы выполняем ряд, работаем по целому ряду направлений. Первое, что мы делаем, мы консультируем предпринимателей по различным направлениям. Это вопросы, связанные с регистрацией бизнеса, это вопросы, связанные с расширением бизнеса, с добавлением видов деятельности. Это вопросы, связанные с предоставлением различных деклараций в налоговые органы и так далее. То есть, по сути, вот все, с чем сталкивается предприниматель по роду своей деятельности, он может к нам обращаться, и мы в данных вопросах ему оказываем поддержку. Мы консультируем, но не просто консультируем, а оказываем также и практическую помощь. То есть, если нужно предоставить декларацию, мы объясняем, как это сделать. И даже можем у себя в центре поддержки предоставить рабочее место, показать, как документы заполнить, предприниматель их заполняет. И дальше объясняем, что с ними делать. То есть, не просто обходимся консультациями, а стараемся разъяснить. Следующее направление деятельности. Мы участвуем в реализации госпрограммы по поддержке малого и среднего бизнеса. Речь идет о финансовой поддержке. Это различные гранты, субсидии. Для того, чтобы предпринимателю получить грант, либо субсидию, он должен предоставить пакет документов. Для того, чтобы предоставить пакет документов, это такая немалая работа. Пакет документов нужно собрать. Мы также оказываем все необходимые консультации. И в итоге эти документы принимаем. Дальше работа проводится совместно с Министерством экономики. Проходит оценка этих документов. И на специальной комиссии принимается уже решение о поддержке. Ну, подробнее там мы с вами поговорим. Следующее направление сразу хотел бы отметить, чем мы занимаемся. Мы участвуем в реализации президентской программы по подготовке управленческих кадров. Каждый год проводим отбор кандидатов, тех лиц, которые могли бы пройти обучение по данной программе. Это руководители различных уровней, это бизнесмены, предприниматели и малых каких-то предприятий, крупных предприятий. И каждый год до 30 человек по данной программе проходит обучение. Данная работа также проводится совместно с Министерством экономики. И мы в ней участвуем. Следующее направление – это организация различных круглых столов для предпринимателей. Мы выезжаем в том числе в разные районы республики и проводим данные круглые столы на различные интересующие вопросы. В том числе и по финансовой поддержке бизнесменов. Дальше еще что мы участвуем в организации различных мероприятий. Это выставки, ярмарки, которые проходят в Хакасии в течение года. И еще проводим работу, которая напрямую не связана с предпринимателем, но тем не менее влияет на предпринимательскую среду. Это работа, связанная с улучшением инвестиционного климата в республике. Здесь в этой работе задействовано ряд органов исполнительной власти и Министерства экономики. И мы в том числе, и каждый в своей части выполняет определенные мероприятия для того, чтобы бизнес в Хакасии было вести лучше. Но вы проводите консультации. Эти консультации для предпринимателей платные и бесплатные? Вот все услуги, которые мы оказываем, они на бесплатной основе. То есть никакую плату мы не берем. Насколько трудно вообще сейчас начать дело и что для этого нужно человеку? Хватает ли одной предпринимательской жилки и какой-то бизнес-идеи? Бизнес-идея, безусловно, важна. Предприниматель должен чувствовать и предпринимательскую жилку для того, чтобы понять, может ли он быть предпринимателем. Ну а дальше, конечно, необходимо каждому предпринимателю уметь решать ряд задач, с которыми он сталкивается по мере того, как начинает дело, развивает свое дело и так далее. Это и умение составлять бизнес-план, это и умение работы с документами, заключения договоров, работа с поставщиками, поиск покупателей и так далее. Здесь, конечно, не все предприниматель делает, так сказать, в одном лице и самостоятельно справляется со всеми задачами. Здесь по мере развития бизнеса каждый формирует для себя команду из профессионалов и тогда уже проще решать данные вопросы. Но вот так как мы с предпринимателями общаемся немало, мы видим, что, как правило, предприниматель начинает свое дело и это какое-то небольшое дело. Совершает какие-то ошибки, ошибается, но в конечном счете через это все проходят и чем дальше, тем ошибок уже меньше. Ну а в чем чаще всего какие трудности у нас возникают и где ошибки допускаются? Ошибки допускаются следующего характера. Вот неумение работать с документами, например. Если договора заключаются, вот договора на аренду помещения, договора на приобретение каких-то товаров, сырья, то зачастую вот невнимательно смотрят, что в договоре пишут. И особенно это актуально, мы не вникаем в взаимоотношения между хозяйствующими субъектами, но когда к нам обращается предприниматель за той же финансовой поддержкой, мы проверяем вот эти документы, которые он прикладывает и видим то, что договор составлен таким образом, что содержит в себе ряд серьезных таких вот ошибок. А при получении господдержки мы должны эту проверку проводить, так требует федеральный закон. И так они лишаются господдержки. Да, и господдержку они не получают. То же самое касается и договоров аренды на помещения, где элементарно в одном и том же договоре может не сходиться адрес помещения, площадь помещения, когда идет ссылка на документ, на свидетельство о регистрации, там тоже может не сходиться и адрес и так далее. Вот это происходит все от невнимательности, конечно. По бизнес-плану также можно невнимательно просчитать бизнес и в дальнейшем столкнуться с тем, что бизнес-план на практике будет расходиться с тем, то есть то, как идет бизнес, будет расходиться с тем, что на бумаге. У меня вот уже сложности. Ну а в каких видах бизнеса стараются себя проявить наши предприниматели? Это коммерция, производство? Чаще всего. Предприниматели ведут бизнес, начинают его расширять совершенно по различным направлениям. Конечно, это и производственный сектор, это и сельское хозяйство, это и бытовые услуги различные населению, и в торговле тоже есть, хотя этот сектор достаточно развит. Это мы также видим, когда работаем с проектами предпринимателей, что сферы различны. Но вы как-то можете дать совет, какая сфера более востребована, где вот лучше? Тут, конечно, сейчас всем известно, в какой экономической ситуации мы находимся, наша страна и республика в частности, как изменилась конъюнктура. И понятно, что вот та импортная продукция, к которой мы привыкли, она становится менее доступной. То есть речь идет об импортозамещении. И те предприниматели, которые в производственном секторе выстраивают свой бизнес, конечно, есть сейчас ряд преимуществ, потому что спрос на отечественную продукцию растет. Поэтому в первую очередь нужно обратить на производственный сектор внимание. Сельское хозяйство также сюда относится. То есть чем больше экономика будет производить, тем лучше для региона. Ну а для вас в приоритете какой вид бизнеса? Вот такие приоритеты у нас установлены в республике. Они установлены в программе по поддержке малого и среднего бизнеса. Это производственный сектор, это сельское хозяйство, строительная отрасль, это услуги населению различные, которые предприниматель оказывает собственноручно. Республиканский центр поддержки предпринимательства, как орган подведомственное министерство экономики, работает также в рамках подпрограммы поддержки малого и среднего бизнеса, которые сейчас действуют вообще в регионе. Что конкретно вы делаете и почему именно вам в первую очередь должны нести свои документы люди? Ну, как я уже говорил, для того, чтобы финансовую поддержку получить, данная программа нацелена на то, чтобы как раз стимулировать развитие бизнеса в определенных отраслях, это производственный сектор, это сельское хозяйство, строительство и так далее. Стимулирование каким образом происходит? Предоставляется финансовая поддержка, субсидии. То есть в чем основная суть? Предприниматель покупает какое-то оборудование на развитие своего бизнеса, и он может получить субсидию от правительства республики. Суммы от 500 до 3 миллионов рублей по данной программе. Сумма существенная. И субсидия, как правило, составляет 50%. Вот для того, чтобы эту субсидию получить, необходимо предоставить документы, заявку. И зачастую эти заявки отбираются по конкурсному отбору. Заявка в себе содержит основные документы, которые подтверждают, что предприниматель занимается предпринимательской деятельностью. Бизнес-проект содержит документы, подтверждающие, что оборудование куплено, к примеру. Чтобы пакет документов предоставить, мы как раз, к нам предприниматель обращается, и мы ему объясняем, какие документы нужно подготовить, какие формы нужно заполнить, по бизнес-плану консультируем и так далее. И эта работа необходима, потому что иначе сложным предпринимателям будет состоять грамотный пакет документов. То есть здесь речь идет об работе с каждым предпринимателем. То есть вы просто помогаете людям собрать вот эти документы, чтобы за тем не было проблем? Да, конечно. Наша задача именно в этом. Спасибо большое, Данил Валерьевич, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Зрителям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Данил Селиваненко, директор Республиканского центра поддержки предпринимательства. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся. Данил Селиваненко